К нам нередко обращаются тверичане с жалобами на различные коммунальные, дорожные, транспортные и иные проблемы. И мы стараемся оперативно реагировать на обращения граждан. Вот и на этот раз к нам обратились возмущенные жители центрального района Твери с жалобами на то, что дорожно-ремонтные работы не дают им покоя. А последней каплей стали открытые люки, создающие опасность, в первую очередь, для детей и животных. Уже третий год в областном центре работает современная программа «Безопасная среда», на установку которой было потрачено немало сил и финансов. Тем не менее, у Тверичан есть прекрасная возможность, в прямом смысле этого слова, провалиться сквозь землю в самом центре города. Ремонтные работы в областном центре, с одной стороны, радуют тверичан, а с другой, нередко раздражают. Потому что некоторые работы, во-первых, растягиваются на месяцы, и при этом на строя объектах нередко неделями не наблюдается рабочих. А во-вторых, порой сами работы ведутся так, что создают угрозу для горожан. Например, это могут быть глубокие траншеи или открытые люки, что становится опасными для городских обитателей. В основном для детей и животных, которые в силу своей невнимательности и отсутствия чувства опасности могут попасть в очень неприятную ситуацию, которая для некоторых из них, к несчастью, может стать трагической. Многие скажут, что не попадали в подобные ситуации благодаря своей осторожности и внимательности. Но, например, в сумерках угодить в такую западню может, пожалуй, любой. Большая проблема для автовладельцев, потому что при плохих погодных условиях они попадают колесами в эти люки и пробивают даже по нескольку колес сразу. Я сама столкнулась с этой проблемой. Если вы въехали в открытый или неплотно закрытый люк на своем автомобиле и повредили его, в первую очередь вам необходимо вызвать к месту происшествия сотрудников ГИБДД. Также вы можете обратиться в администрацию района для фиксации происшествия и исправления ситуации. Если в колодце велись ремонтные работы и рабочие забыли закрыть его крышкой, отвечать будет та организация, которой принадлежит люк. Ведь все городские коммуникации стоят на балансе конкретной организации. А что касается люка на Тверском проспекте, то через некоторое время после прибытия съемочной группы рабочие накрыли его пластиковым дорожным барьером. А значит, шанс пострадать и оказаться жертвой несчастного случая существенно снизился.